Раиса Александровна Улевадова в этом году отпразднует 91 год. Несмотря на столь солидный возраст, лично приехала из Саиногорского Бакан. Вчера получила приглашение сюда, у меня сделалось плохо с сердцем. Я обрадовалась, что я уже буду жить ценносленно. Собственную квартиру Раиса Александровна представляет просторной, расположенной на первом этаже. Будет возможность без труда выйти на прогулку. На новое жилье бабушка рассчитывает по закону, как вдова ветерана. В 1938 году взяли его в действующую армию, а в 1941 сразу с первого дня на фронт. Но он вернулся с фронта? Вернулся, вернулся. Награды были, благодарности были, все было. В очереди на жилье многие годы стояла и вдова Клавдия Гончарова из Белого Яра. Сегодня арендуют частный дом без коммунальных удобств. Постоянные переезды из одного съемного угла в другой очень неудобны 88-летней женщине. И вот уже в ближайшее время у Клавдии Павловны появится возможность отпраздновать новоселье в благоустроенной квартире. За апрель месяц мы постараемся все купить, чтобы бабушка к 9 маю была в своей хате. На начало этого года в Хакасии 43 участника и инвалида войны, а также вдовы фронтовиков вошли в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. До конца декабря гарантированное письмо получат 33 пенсионера. У каждого муниципального образования есть такая учетная норма площади жилья. То есть, если имеющееся жилье, менее учетная норма площади жилья, или, допустим, там прописано несколько человек, а на вот этого гражданина данная площадь меньше учетная, или у него нет жилья, допустим, в собственности, в данном случае он нуждается в улучшении жилищных условий. Средства на квартиры в рамках указа президента выделяет федеральный центр. На этот раз сумма составила 38,5 миллионов рублей. Номинал каждого сертификата – 1 миллион 164 тысячи. Это на 70 тысяч больше, чем в прошлом году. Наталья Громашова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.